У меня в руках тыква. Один из символов благополучия и плодородия, который мы привезли из одного прекрасного села Привольное, что в Красногвардейском районе. У вас есть еще время на то, чтобы узнать, что означает для сельчан эта тыква. Ну, а прямо сейчас время дело. Субтитры делал DimaTorzok Со мной в студии моя коллега Анжелика Козлова. Анжелика, привет! Привет, Влад! Здравствуйте, дорогие зрители телеканала «Свое ТВ». В нашем проекте, пилотный выпуск которого вы смотрите как раз сейчас, мы рассказываем о том, что все возможно. Но главное — это не терять желание. Герои наших сюжетов добились успеха благодаря инициативам — своим собственным. Ведь 2017 год объявлен правительством Ставропольского края годом местных инициатив. Что это такое? Давайте разбираться вместе. Вот представьте себе. Есть небольшое село в любом районе края. Бюджет там соразмерен площади села, соответственно, небольшой. И на то, чтобы на свои деньги построить, скажем, мост или отремонтировать детскую площадку, этого бюджета точно не хватит. Ну, а люди, которые готовы за это взяться, безусловно, есть. И вот тут на помощь приходит этот самый проект поддержки местных инициатив, который ведет и финансирует Краевой Минфин. История этого проекта для Ставрополя началась в далеком уже 2006 году, когда Всемирный банк пригласил несколько регионов в Черногорию посмотреть, как там поддерживают инициативы граждан. И, между прочим, наш край адаптировал эту программу под себя и максимально эффективно ее реализовал с лучшим результатом. Как это работает в упомянутом селе, собираются инициативная группа людей, которым не все равно. Они решают, допустим, мосту быть. Ну, или детской площадки, может быть, пожарной части, дороги, освещению, всему чему угодно. Решено. Давайте делать. На такие вещи нужны деньги. Ну, начать надо с малого. Чтобы получить деньги на ремонт того же моста, нужно побороться за эту идею. Причем сначала бороться нужно рублем, проще говоря, ну, скинуться. Условия поддержки гражданских инициатив предусматривают, что инициативные жители на местах собирают от 5 до 15% необходимые суммы. Ну, а затем инициативная группа представляет и защищает свой проект в Министерстве финансов, после чего из краевого бюджета выделяются оставшиеся деньги. Ну, а дальше люди и местные муниципальные власти сами находят подрядчиков, которые сделают все. Главное – качественно и в срок. Главное. Ну, а если получится сэкономить некоторое количество денег без ущерба качеству, то можно и еще что-нибудь отремонтировать или построить. Так вот, сегодня мы разговариваем о селе Привольное, история которого началась примерно за полвека до первого документального упоминания маленького хутора Сорокина. Было это аж в 18 веке. И помимо того, что Привольное – это самый северо-западный населенный пункт Ставропольского края, здесь в буквальном смысле творилась история. Доказательством этому служит памятник, который установлен в пяти километрах от центра села в честь Калахского сражения между 25-тысячной татарской армией и казаками, которых начислялось всего 1200 человек. В итоге наши победили, а теперешним жителям Привольного, похоже, передалось мужество предков и желание всеми силами менять свою жизнь к лучшему. Исторически сложилось так, что даже название села произошло от слова «воля». Земли эти облюбовали военные из-за удобного географического положения, отсюда вид, как на ладони, любожить и вольно. Ну, так и повелось. Ну, а если вам еще не совсем понятно, о чем мы тут разговариваем, то давайте отправимся в село Привольное и посмотрим на месте, чего добились инициативные местные жители и как это выглядит вживую, а не на бумаге. Ведь в 2017 году Привольное – одно из самых красивых сел Ставропольского края. Детские площадки, рабочие места, новые проекты для жителей – это обыкновенная ситуация для привольницы, которые на протяжении многих лет стараются сделать свое родное село еще лучше. Удивительным образом оно находится на двух берегах реки Ягорлык. На левой стороне большая часть села и администрация, а вот справа – старая часть Привольного. Две части села исторически связываются мостом, которым на протяжении многих лет пользоваться было опасно. Но это было до. А что произошло позже – смотрим. В 2017 году Привольное – одно из самых красивых сел Ставропольского края. Детские площадки, рабочие места, новые проекты для жителей – это обыкновенная ситуация для привольницы, которые на протяжении многих лет стараются сделать родное село еще лучше. Удивительным образом расположенная на двух берегах реки Ягорлык на левой стороне большая часть села администрация, а вот справа – старая часть села Привольное. Две части села исторически связываются мостом, которым на протяжении многих лет пользоваться было просто опасно. Но это было до. 50 метров через реку Ягорлык. Построенный в 1948 году этот деревянный мост никогда не ремонтировался вплоть до 2012 года. Так вот, в 2012 году село Привольное попадает в федеральную программу поддержки местных инициатив. И этот мост они решают делать первоочередно, потому что здесь невозможно было проехать вообще никаким образом, то есть две части села были практически не связаны друг с другом. С 2012 года 50 метров полотна этого моста становятся асфальтированными. Вот что мы имеем на выходе в 2017 году. Прочно, надежно здесь ездят автомобили, велосипеды, конные повозки. И все, кто попадает в село Привольное, совершенно спокойно, без опасений могут пересечь Ягорлык. В буквальном смысле мост, связывающий две разные жизни этого села. Этот мост, ремонтом которого никто не занимался, стал для жителей нитью жизни. Перебраться из одного конца села в другой по шаткой деревянной конструкции – задача не из приятных, а многим она была и вовсе не под силу. Пока вопроса не коснулась инициативная группа жителей, которые все вместе отремонтировали 50 метров покрытия. Капитально и первостепенно. Так говорят жители об этом сооружении. Надежда, вот мост, строительство моста, как важно для вас, как для жителей? Это была, как для жителей, самая главная наша была мечта. Мы ждали этот мост, у нас был негодный. Он построен был еще в 1948 году, и ремонта не было ни одного капитального, вообще не было. Мы участвовали в инициативе, программа была у нас. И мы собирали собрание, совет депутатов был у нас, на улицах собирали собрание мы. И решили собрать, поучаствовать в программе. Люди не отказали, собрали деньги мы на этот мост, положили на счет. Нам перечислили губернатор наш, ну, Ставропольский тоже нас поддержал. Предприятия наши поддержали, выделили. Но в основном мост построили как вот, на средства жителей. И по желанию жителей, и по необходимости жителей. Да, да, да. Поэтому, я же говорю, он у нас вообще был непригоден, аварийный был. Когда видишь любые инициативы, реализованные руками самих людей, то в каждой из них вполне отчетливо просматривается душа, любовь и забота тех, кто приложил даже небольшое количество усилий для ее исполнения. В Привольном есть свой собственный символ новой жизни. Жизни, которую люди создали сами, при поддержке программы местных инициатив. Журавли, маленькие и большие, из металла, дерева или керамики. Символ жизни и семьи. Есть они и на мосту, словно венчая это новое, так необходимое для жизни строение. Вячеслав Павлович, у вас на потрясающем мосту, который вот здесь построен, два замечательных символа, два журавля. Они что-то значат для села Привольное? Конечно, в обязательном порядке. Дело в том, что журавль и журавлюшки, которых вы видите, это символ семейственности, символ любви, символ уважения. Не случайно эти журавли размещены здесь. Почему? Потому что каждый житель села хотел бы видеть свое село процветающим, ухоженным. Каждый из нас любит свою семью, любит свое отечество, любит свою малую родину, свою улицу. Но самое главное для каждого проявления, очень важно, чтобы эта любовь была всегда активной и созидательной. Вот такими являются эти два журавля, которые символизируют рождение чего-то нового. И вот этот мостик, в общем-то, он-то тоже стал своего рода символом, началом чего-то нового. Вы знаете, этот символ восстановил, воссоединил как бы ту природу, которая отсутствовала. Мост действительно был построен в 1948 году, и он требовал к себе особого внимания, потому что деревянной конструкции, она долго не существует. И мы очень благодарны тому, что у нас появилась такая возможность, потому что правобережная сторона жителей нашего села была лишена возможности перемещаться транспортными средствами. И доходило до такой степени, что люди уже пешком не могли перейти на свою территорию. Это неверно. На сегодняшний день вы видите о том, что движение восстановлено, вы увидели, сколько у людей было желания это восстановить. Как они участвовали в этой программе, как были благодарны всем уровню власти, депутатскому корпусу, за то, что помогли нам в возможность реализовать вот эту проблему, потому что действительно социально значимый объект. И мне очень важно, знаете, какой момент. Вот любая программа, которая реализуется на территории сельского поселения, она предусматривает самое главное участие и государственных средств, и муниципалитета, и предприятий, организаций, бизнеса и, конечно, жителей. Суть заключается в том, что благополучателями этой программы являются непосредственно жители. Поэтому здесь вкладывается, вот не случайно вы сейчас видите, о том, что люди не только финансы, здесь и трудовое участие. Люди очень приветствуют, это нас радует вполне, потому что мы делаем одно общее дело для своего родного села. На мосту, где останавливаются свадьбы, вот привольницы как раз-таки не остановились. Просто не смогли. Появился азарт. Перешли они мост и пошли в сторону администрации села, и остановились все-таки там. Подумали, нам тут в центре нужна детская площадка, где дети могли бы играть круглый год. Ну, собственно, сделали. Смотрите, как хорошо вышло. Хороший пример реализации государственной программы поддержки местных инициатив в селе Привольно – это вот эта детская площадка, которая называется «Веселый муравейник». Здесь два объекта, которые реализованы при помощи этой программы. Это две детские горки. Пойдемте посмотрим на них. Так вот, пока мы подходим ближе, скажу, что эти две детские горки для деток разных возрастов построены в течение года. Это официальные условия программы. И реализованы они как раз-таки на средства государственной поддержки в течение года. К 2011 году они уже были установлены. А сама территория детской площадки «Веселый муравейник» строится с 2004 года и строится до сих пор. То есть местные жители при помощи своих материальных средств, при помощи своего времени, любви и заботы к своим деткам, каждый год достраивают здесь что-нибудь новое. Понемножечку, а то и помножечку рождается «Веселый муравейник», который в прямом смысле слова растет и разрастается. Вот эти замечательные горочки из пластика и вот этот вот комплекс тоже. Он построен при активной реализации программы поддержки местных инициатив. И на самом деле, как вы можете видеть, все это выглядит очень красиво, очень здорово. И на самом деле видно, что эта детская площадка здесь действительно нужна. Наличие детской площадки в селе – это прежде всего необходимость. Детям нужно где-то расти, играть, общаться со сверстниками. Май 2012-го стал знаменательным. Ведь как раз тогда маленькие привольницы заполнили площадку словно муравьи. Эта детская площадка является самым посещаемым местом для местной детворы. Но сказать вам честно, взрослые точно так же с большим удовольствием сюда приходят. Особенно в День защиты детей. Ну и в общем-то в любой теплый другой денечек, потому что именно здесь устраиваются чаепития. Здесь работает зеленый театр. Огромное количество детей и взрослых жителей села Привольное находят здесь действительно какой-то очень такой позитивный заряд и настрой. На самом деле, если бы не было так холодно, то я убеждена, что даже зимой мы бы здесь увидели большое количество деток. По правде сказать, для нас стало удивлением зимой найти здесь жителя. Но нам повезло вдвойне, потому что мы встретили многодетную маму, которая тоже внесла свой вклад в реализацию этой инициативы. Привела своих десятерых детей. О детских площадках лучше всего разговаривать либо с детками, либо с их родителями. И, конечно, в селе Привольном есть замечательные родители, чьи дети растут на такой детской площадке, как вот веселый муравейник. Сегодня мы разговариваем с Татьяной, у неё целых 10 детей. И все из них в малой или большей степени обязательно присутствуют на праздниках на этой детской площадке. Тань, расскажите, пожалуйста, как вам вообще нужно ли, как вот она вам помогает? Мы рады, когда возникла такая инициатива приобрести нам эту площадку. Мы все радовались, что в конце концов у нас появится еда. Мы собирали деньги, чтобы приобрести эту площадку. И в конце концов мы её приобрели. Большинство моих детей каждодневные прогуливаются, катаются, играют. Они рады, что у нас такая есть площадка. И мы бы хотели, чтобы у нас побольше было таких. Тань, как вот вообще деткам нравится здесь? Может, они ещё чего-нибудь хотели бы здесь? У нас каждые праздники все мы проводим здесь. У нас здесь батуты, накрываем сладкие столы. Дети очень рады. Детские праздники, дни рождения, посиделки и чаепития, аттракционы и зелёный театр. Всё это одна единственная территория детской площадки, которая в этом селе появилась. Благодаря участию жителей в программе поддержки местных инициатив. Деньги собирали все вместе, кто сколько мог, понимая, что ради будущих поколений не жалко ничего. Весело, задорно в селе Привольном, честно. Я уже начинаю стихами разговаривать, потому что на одной единственной детской площадке можно найти не только развлекушечки для маленьких детей, но и вот такие вот тренажёры для деток побольше, на самом деле для взрослых тоже. Это хороший комплекс для физических упражнений. Между прочим, местные жители, как мне сказали, инициаторы вообще вот этого всего вот дела, они действительно им пользуются. Сейчас просто немножко холодно, поэтому людей здесь нет. Но любой житель, который приходит сюда, может найти себе тренажёр для любых физических упражнений. В общем-то, очень удобно, потому что пока твои детки катаются на качелях, ты с удовольствием можешь там покачать пресс или побегать. Горки для катания, лавочки, почти живая избушка на курьих ножках, выставки детских игрушек и поделок, народные гуляния и творчество. Построив часть площадки, привольницы не останавливаются, и с каждым годом детская площадка «Весёлый муравейник» пополняется новыми аттракционами, растёт и хорошеет. Грамотно приложенные руки и материальные средства, а главное – любовь, которую взрослые прививают детям, для которых детство здесь стало счастливым. Взрослые построили детскую площадку и подумали, а как же мы? Как же самые маленькие жители села, которые пока ещё обозревают окружающую действительность из колясок? И пожилым людям тоже хочется где-то погулять. Снова собрались, синициировали и решили, давайте посмотрим, что. И вот мы приехали в центр села Привольное. Село динамично развивается здесь, и дворец культуры с уже отремонтированной крышей, и храм с золотыми куполами. Но на этом инициатива граждан не заканчивается. Идём дальше. Здравствуйте, дорогие наши любимые! Можно к вам обратиться? Ну, куда же вы уходите? Постойте, постойте. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы знаете, что у вас в селе Привольном реализуется программа поддержки местных инициатив? Ну, так вот, я вам немножечко расскажу, да, вот сейчас аллея, которую вы видите перед собой, она будет облагорожена плиткой, и она будет красивой. Как вы на это смотрите? Вас берёт гордость за своё село? Не, ну, конечно. Наше село самое красивое, мы им гордимся, и я думаю, что эта программа только поможет. Для детей это очень хорошо, потому что у нас дети, внуки, это очень будет хорошо. И мы рады, что у нас вот всё облагораживается, и думаю, что будет всё очень хорошо для наших детей, для нашего подрастающего поколения. Эти программы нужны, да, обязательно. Больше денежек выделять. Для поддержки села, для того, чтобы молодёжь оставалась в селе, чтобы село молодело. Дети наши получали достойное воспитание, чтобы им было где отдохнуть, провести время с родителями. Ну, и для самого села это очень хорошо. Во-первых, это центр села. Центр, как говорят, должен быть красивый, ухоженный, облагороженный. Жители у нас любят чистоту, следят у каждого подворья, цветы, зелёное насаждение. И я думаю, что это будет только на благо нашего села. Аллея, по которой мы сейчас идём, она как раз входит в программу местных инициатив. И именно о ней мы и поговорим с Анатолием Васильевичем. Он как раз и инициировал данную программу. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Здравствуйте. Что сподвигло вас инициировать именно ремонт этой дороги? Ну, во-первых, село, где много пожилых людей. Они приходят сюда, в центр. И, конечно, нужно, чтобы они гуляли и шли в магазин, в аптеку, по хорошей дороге, для того, чтобы здесь не камни были, а чтобы она ровненькая была, чтобы люди чувствовали, что они в хорошем селе живут. И поэтому мы начали проявлять инициативу свою, так сказать, и я, как председатель Совета ветеранов, мы часто выступали, говорили, обращались в высшие органы. Надо, чтобы в селе, значит, больше давали нам, жителям села, инициативы. И вот в данном случае речь идёт о том, чтобы нужно подделать эту дорогу. Анатолий Васильевич, насколько было сложно собрать инициативную группу, чтобы попытаться реализовать этот проект? Не сразу, конечно, поверили. Но когда мы сделали много, и вот эта инициатива, и эта будет сделана дорога, вот, конечно, она повлияет на то, что люди поверят и почувствуют заботу о селе. Скажите, что для вас, вот эта вот местная инициатива и реализация, вот, вас вызывает это чувство гордости какой-то? Конечно, это уже гордость о том, что всё же государство беспокоится именно о таких сёлах, как наших. Я ещё раз хочу подтвердить, что это хорошее начало для возрождения села. Потому что чем больше будут давать нам, так сказать, самим решать, что делать в селе, как его благородить, это село, тем лучше будет чувствовать себя люди и относиться, конечно, и к друг другу с пониманием, и на то, что о людях беспокоится. Спасибо, Анатолий Васильевич. Но я уверен, что именно программа местных инициатив будет развивать село Привольное. Да, будет. Я уверен, что когда своё ТВ вернётся сюда, чтобы посмотреть, как реализовалась программа местных инициатив сюда в конце 2017 года, то увидят, как счастливые жители села Привольного гуляют по красивому облагороженному центру. Повторюсь, надеюсь, что в центре села Привольного появится красивая и облагороженная аллея. А у меня, Анжелика, для тебя подарок. Лови. Ух ты. От главы села Привольное. Как символ нового проекта. Да, ну мы как бы с тыквы начали, тыквы и продолжим. Ну на самом деле, Влад, как бы там ни было, но поверь, не пройдёт и полугода, как мы будем рассказывать о том, что инициатива, которую задумали жители села Привольное, уже будет реализована. Ну и всё же удивительно, когда буквально на твоих словах, на твоих глазах исполняются мечты. Да, я согласен, удивительные люди, в глазах которых прям горит огонь. Они готовы записывать идеи, готовить проекты, стараться и, что самое главное, достигать успеха. И вот, кстати, об успехе. В нашем крае гораздо больше мест, где реализуются местные инициативы. Но мы, конечно же, побываем везде, где только сможем. Но чтобы рассказать о большем количестве людей, которые объединились ради одного общего дела, мы решили, что неплохо бы было приглашать их в нашу студию, чтобы они сами рассказали всё своими словами. И сегодня у нас в гостях депутат Балахоновского сельсовета Иса Мауль Талиевич Альшунов. Встречаем его. Давай микрофон. Да, я даю тебе микрофон. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Здравствуйте. О, гости пришли с подарком. Да, но пока не раскрываю все секреты. Держите вам микрофон. Ну и, конечно, первый вопрос задает Влад. Да, я его попробую задать. Иса Мауль Талиевич, расскажите про инициативу, которая была инициирована. Насколько сложно было? И было ли вообще? Ну, как вам сказать, были и сложности, были и разные проблемы. В 2011 году мы подали заявку в участие в этой программе в Минэкономразвитии. На сходе граждан мы решили газофицировать наше СДК и библиотеку. И с помощью этой программы всё-таки мы сумели газофицировать и библиотеку, и СДК. Скажите, пожалуйста, а сложно ли реализовывать что-то, когда понимаешь, что вся ответственность лежит на вас, как на инициативной группе? Конечно, ответственность всегда подразумевает сложность, потому что надо держать ответ и перед населением, и перед вышестоящим руководством. Вот, и вы находитесь посередине, да, здесь? Да. Вы ещё будете участвовать в инициативах? Да, есть много планов. Хотелось бы всё это реализовать и притворить в жизни. Скажите, проекты, которые вы готовите, это идеи от людей приходят? Или вы коллективно решаете? Это всё решается коллективно, что необходимо на данный момент нам сделать. То есть по необходимости, да? Лучше всего, да, по необходимости. Ну и, конечно, я вот хочу, вот у меня прям руки чешутся. Вы сегодня пришли к нам в студию с подарком. С подарком. Покажите, пожалуйста, что это у вас такое. Это у меня картина нашего местного художника, Алим Сакаева Руслана. Он приносит дар вашему каналу. Вашему телеканалу. Спасибо большое. Спасибо большое. И на самом деле, с учётом того, что вы инициативу уже у себя реализовали, мы ещё обязательно к вам приедем со съёмочной группой. Покажем это в эфире. Я думаю, что лично познакомимся с художником, да? Вот. И картину... Да, что-то тоже из шведов ещё нарисует. Да, и картину мы, конечно, сохраняем. Спасибо вам большое. Прежде всего, за то, что вы к нам приехали. И за то, что вы вместе с жителями вашего населённого пункта реализовываете местные инициативы, участвуете в этой программе. Мы вам желаем удачи. Спасибо большое. И до встречи в эфире нашего телеканала. Ну что, понравилось вам Привольное? Ну а также, надеемся, что так же понравился и рассказ гостя об инициативах аула Карамурзинский. Ну, это только начало. У нас есть ещё много чего, о чём рассказать и что показать. На следующей неделе Анжелика отправится на восток края, где всё начиналось и успешно продолжается. А я буду верхником Гульте. С вами был проект «Время – дело». Анжелика Козлова. Влад Таранов. Увидимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин